Значит, смотрите, ситуация какая. Есть старая золотая шайба, которую создал Тарасов, и сейчас возглавляет внук Тарасова. И есть новая золотая шайба, да? Значит, сейчас они между собой судятся за вот это вот название золотой шайбы. Вот, ковалентка входит в состав первой золотой шайбы, в состав правления первой золотой шайбы Тарасовского. Вот. Значит, соответственно, со старой золотой шайбой он готов проводить соревнования, и второй вариант он готов проводить соревнования без золотой шайбы. Ковалент, на призы, ковалент. А с новой золотой шайбой он категорически не хочет, потому что, ну, они между собой судятся, да? А новая золотая шайба, она ничего не дает. В принципе, как вот, денег они не выделяют, поездок дальнейших тоже платят. Вот, поэтому, в принципе, сейчас вопрос решить, проводим мы это мероприятие или не проводим мы это мероприятие. Хотелось бы просто послушать ваше мнение на эту тему. У нас есть золотая шайба, у которой жена еще была на Тарасову и так далее, там, вот. Коваленко хочет память своему, или там призы, пусть он проводит свои деньги, пусть проводит. С какой перегубу надо же тратить бюджетные деньги на призы золотой шайбы на призы Коваленко. Значит, как? У нас есть золотая шайба, призы память на Пусин Тарасович, который не создавался этим. По Коваленко, ну что он, ну, отдел territory, ну да. Так, то есть мы вообще не проводим. Вообще, Пусин хочет тогда, мы проводим в Берегусьской дворец. Смотрите, ваше предложение вообще нет. Ну не ваше, а я просто мое предложение, а как? Это очень нужно мероприятие. Да. И что говорится-то? Да. И тем более земляк наш. Говорится о том, что Коваленко не Коваленко. Наш земляк стал олимпец-чемпионом. Наш земляк стал олимпец-чемпионом. Что еще надо для нас? У нас много олимпийских чемпионов в городе. Тем более в Думе в государстве сидит человек. Волокович. О чем? О чем? Коллеги, голосом кто за, кто проводил сковоренный турнир.